Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Виталий Александрович Карандеев. Я являюсь методистом Института методов и технологий образования МГПУ. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое современный урок в Московской электронной школе, итальянский язык, урок итальянского языка. И хотел бы начать наш сегодняшний вебинар с презентации. Просьба о всех технических, если они могут быть или возникнут проблемах, сообщать в чате. Как-то отсутствие звука, презентации я сразу же постараюсь исправить. Итак, коллеги, что такое современный урок иностранного языка вместе с Московской электронной школы. Начать наше, в общем, сегодняшнее с вами совещание вебинара. Хотелось бы с высказывания американского историка Вудра Вильсона. Мы должны сами верить в то, чему учим наших детей. Что такое урок вообще? Урок это структурное единство ограниченного времени и пространства и имеющее свою целью присвоения учениками определенного нового опыта. В нашем случае, в случае с иностранным языком, это обладание коммуникативной компетенцией. Какие сейчас могут быть современные запросы? Родители экзамен, общество компетенции 21 века, обучающийся и современный урок. Поговорим с вами о том, что какие экзамены можно, в общем, сдать по итальянскому языку. Вы видите на своих экранах сейчас это ЧИЛС, ЧЕЛИ, ПЛИДА. Вообще, да, конечно же, предусмотрены различные экзамены, ЕГЭ, в том числе. Надеемся, что по ЕГЭ по итальянскому тоже будет возможным в будущем. Для остальных языков вы видите на ваших экранах, какие могут быть экзамены. Какие же современные запросы поступают от общества к компетенциям 21 века? Перед вами канадская модель ключевых универсальных компетенций в образовании. Это воспитание характера, гражданская грамотность, коммуникация, критическое мышление решений проблем, кооперация и креативность. Воспитание гражданской грамотности относится к личностным результатам, например, кооперация и креативность относятся к метапредметным результатам и так далее. Что же хотят видеть и желают обучающиеся от современного урока? Это способность мыслить, умение реализации идей, навыки, применение знаний, адаптация в обществе и решать проблемы. Хотел бы немножко остановиться на городских проектах, например, школа большого города включает в себя CLIL. CLIL это акроним от Content and Language Integrated Learning, предметно-языковое интегрированное обучение. CLIL как термин сформулировал Дэвид Марш, ученый-доктор философии, который на протяжении 25 лет занимался разработкой стратегии и внедрением инноваций в области финского образования. CLIL относится к ситуациям, когда предметы полностью или частично преподаются посредством иностранного языка с двойной целью, а именно изучение предметного содержания и одновременно изучение иностранного языка. Итак, какие же должны быть результаты, которые должна обеспечиваться выпускникам современная школа? Их можно условно разделить на три группы. Предметный, метапредметный, личностный. К метапредметам относятся универсальные действия, межпредметные понятия, регулятивные, познавательные, коммуникативные и межпредметные понятия. При создании урока и вообще при проведении уроков мы должны ориентироваться с вами на федерально-государственные образовательные стандарты и примерно общую образовательную программу. Ну, как-то в ФАПГОС прописано, что, например, для общего основного образования достижение допорога уровня коммуникативной задачи. Хотелось бы остановиться на цифр. Это вышедшая в свет в 2018 году новая версия документа общей европейской компетенции. Владение иностранным языком определяет новые приоритеты в развитии компетенций и свидетельствует о сходном понимании целеустанавливающих ориентиров в российско-зарубежной лингводидактике. В документе представлены две основные компетенции модели, уже известная коммуникативная компетенция, дополняемая общими компетенциями и новая плюорелингвальная компетенция. Состав коммуникативной компетенции обновлен и дополнен, в частности, переработанные дескрипторы по всем видам речевой деятельности, о чем пойдет речь. Добавлен новый вид чтения. Досуговое чтение, добавлены новые виды интеракции, то есть телекоммуникационные интеракции, онлайн-интеракции. Важным шагом стало окончательное признание медиации как особого вида речевой деятельности и разработка дескрипторов для трех видов языкового посредничества, то есть медиация текста, медиация в процессе формирования идей, смыслов, концептов, посредничество в коммуникации. Первый тип медиации предполагает такие виды деятельности, как передача специальной информации третьему лицу, в том числе обобщение и транслирование существенных сведений из прагматических текстов, комментирование инфографики, сжатие текста, передача и объяснения основных фактов, в том числе на основе подбора и упорядочения, прошу прощения, упорядочение информации из нескольких текстов, письменная фиксация необходимой информации, перевод письменных текстов, анализ, критическое осмысление, интерпретация творческого текста, в том числе с выражением собственного оценочного мнения. Как это именно работает на примере живого текста, я вам представлю далее. Второй тип медиации подразумевает фасилитацию, то есть модерацию, групповое взаимодействие, активную кооперацию с коммуникантами и стимулирование партнеров с целью совместной выработки решения, постижения смысла, генерирования идей и так далее. И, наконец, медиация третьего типа предусматривает выполнение роли фасилитатора в условиях поликультурного коммуникативного пространства, выступление в роли посредника, то есть языкового, культурного в ситуациях неформального общения, посредника при разрешении конфликтных ситуаций в процессе коммуникации. Все это тоже будет позже рассмотрено на конкретных примерах. Уважаемые коллеги, переходим к следующему этапу, к логике упаковки учебного материала. Грамматика-переводной метод не может решить главную задачу, то есть обучение живому языку как реальному и полноценному средству общения. Получается, что обучающийся, который освоил грамматические правила, умеет грамотно строить предложения и может столкнуться с трудностями при реальном общении на иностранном языке настоящей коммуникации. То есть в текст, который будет являться опорой и основой всего урока, должны входить такие упражнения, как на понимание содержания, закрепление лексических и грамматических навыков, которые носят репродуктивный характер, применение полученных знаний в заданных ролях, ситуациях. Об этих ситуациях мы поговорим тоже на следующих слайдах. Будут представлены примеры и в конечном итоге это все должно решить коммуникативную задачу. Как же должен происходить отбор текстов? Представим коммуникативную ситуацию на вокзале. Ученик должен спросить расписание, узнать его объявление, прослушать объявление по громкоговорителю, понять, о чем идет речь, купить билеты, дорожную карту, спросить информацию об этом все. Соответственно, не только спросить, но и дать информацию при необходимости, если это потребуется от него. В школе это, естественно, расписание уроков, все, что с этим связано. Запись в электронном дневнике, в обычном дневнике, объявление по громкоговорителю, какие предметы могут быть, какие предметы являются наиболее популярными и интересными. Уважаемые коллеги, хотелось бы остановиться подробнее на дефицитных темах, которые сейчас есть в электронной школе, в Московской электронной школе. В начальном общем образовании данная тема это знакомство, я и моя семья, животные, мой дом, моя школа. Это темы, как модули тематического каркаса. На следующем слайде будет примерно общий список уже под тем. В основном общем образовании, это с пятого по девятый класс, тема школа, стиль жизни, свободное время, СМИ, выборы профессий. Кстати, ЗОЖ и спорт тоже сюда относятся. И в углубленном уровне. Последняя жизнь, здоровье, городская, сельская жизнь, современная молодежь и СМИ. Ну, и более конкретно можете увидеть на данном этапе, каких тем у нас не хватает. Общее образование, моя семья, мои друзья, ЗОЖ, спорт, путешествия, окружающий мир. В среднем общем образовании уже чуть посложнее идут темы ценностей, системы ценностей, планы на будущее, образование профессии, все, что связано с карьерой, космос, прогресс в науке, робототехника и так далее. Уважаемые коллеги, я хотел бы остановиться на данном слайде на том, как выбрать аутентичный текст для урока. Например, для сценария урока в Московской электронной школе. Можно ориентироваться на такие источники, как LaStampa, LaRepublica, Focus.it. Конкретно данный текст взят из LaStampa. Это все бесплатные онлайн-газеты и журналы. В них находится очень много секций отделов, очень много, как то спорт, салюты, сапори, культура и так далее в каждом из этих источников. Можете пару минут ознакомиться с содержанием данного текста. Текст я взял специально без обработки, просто немножко укороченный в виде, больше ничего здесь я не менял. Целью как бы такого выбора текста у меня являлась показать вам, что можно работать с такими текстами, просто их нужно по своим потребностям немножко переделать, если это будет текст взят для основы урока в начальной школе. Конечно же, там нужен лексический и грамматический состав полегче. В основном, в общем образовании, для среднего общего образования, я думаю, он подойдет без изменений так, как есть. Елена, отвечая на ваш вопрос по поводу вебинара, у нас идет вебинар как бы общая структура для всех иностранных языков, а далее уже мы предметно рассматриваем по итальянскому языку. Итак, продолжаем, коллеги. В данном тексте речь идет об отеле, который располагается в Доломитовых Альпах и предлагает всем своим клиентам различные виды действенности. На самом деле, текст вот этот гораздо был больше, как я уже говорил, там представлены были еще экскурсии на изучение флоры и фауны Доломитовых Альп, об их вообще, об этой горной структуре, горной цепи. Вот. Вообще о том, какой вид отдыха можно выбрать конкретно в этом Сан-Виджилио. Это оздоровительный центр, лыжный спорт, это интересные экскурсии, обучающие экскурсии, экскурсии с гидом просто по природе. Ну, смотрите, как можно работать на примере этого текста. Текст можно взять за основу, можно его немножко переделать в соответствии с вашими потребностями. Можно построить работу с текстом таким образом. Работа в парах. Какой бы вид отдыха ты бы выбрал? Создается диалог между двумя участниками, в общем, коммуникации. Это может быть лыжи, обучающие экскурсии, исследовательские экскурсии, оздоровительный центр. Групповая форма работы. Здесь можно разбить класс на команды. Один из участников команд возьмет на себя роль гида. Остальные задают участники вопросы про отдых, экскурсии, спортивные мероприятия. Здесь даже можно пофантазировать, представить себе, какие именно виды занятий, какие виды отдыха, там, спортивных мероприятий может предложить отель. Конечно же, можно здесь что-то добавлять свое. Это очень интересно. Задание в формате международных и национальных исследований качества образования. То есть, задание в формате PISA, NICOM. Можно дать изображение различных туристических мест со списком вопросов, примерных, на которые будут ориентироваться обучающиеся, на которые они могут отвечать и строить свой нелинейный рассказ. Использовать тот лексический, грамматический материал, который они получили в ходе вот текущего урока. Maturita come studiar meno imparare tutto. Текст более направлен уже на средний уровень на общем образовании, на старшие классы. Особенно актуально он, прошу прощения, будет для вот как раз старшеклассников, которым предстоит сдавать ЕГЭ, которым предстоит, возможно, сдавать экзамены ЧИЛС, ЧЕЛИ, ПЛИДА, потому что в этом тексте речь идет про то, как организовать свою учебу. Как сделать ее эффективной? Как учиться? Меньше, но изучить больше. Этот текст взят из источника FocusEat. Он тоже в сокращенном виде, но сокращенно в плане информации, а не приложений. Здесь выделены три пункта, как сделать учебу эффективной. Можно работу в пары построить таким образом, какие из предложенных способов, да, подходят участникам диалогов, что они используют для эффективной учебы, какие приемы. То есть, если у нас пункт приму ли тура интеллигенты, да, нужно умное чтение построить на основе работы с абзацами, с заголовками, возможно, что-то подчеркивать, да, параграфы и статьи. Или потеря дала мотивации, мотивации, силы мотивации. Речь идет про то, что, вкратце перескажу, о том, что мотивация должна идти не только из школы, но, например, и из семьи. Это очень интересно, когда участники, в общем, участники, прошу прощения, обучающиеся что-то проходят в школе, а потом обсуждают это дома. То есть, например, там тема про окружающий мир, можно пойти в музей, да, со своей семьей и обсудить потом увиденное уже на уроке итальянского языка. Вот, здесь предлагается тоже что-то почитать, посмотреть, посетить выставку и потом про это говорить. И в последнем пункте идет речь про, тоже про подчеркивание, ну, такой способ запоминания, что делать ваши пометки. То есть, нужно организовать здесь работу таким образом, чтобы проанализировать информацию, можно сделать там краткий пересказ. Работа в группах. Как можно сделать это в классе? Происходит обучение, происходит обсуждение в группе, какие еще приемы можно использовать для лучшего усвоения материала. Естественно, здесь в данном тексте представлены не все. И это хорошо, потому что ученики могут уже в старшей школе что-то добавить свое. То есть, как они именно запоминают, например, на примере итальянского языка, на примере иностранного языка, как они запоминают материал. Здесь можно поговорить про то, что необходимо, например, общение с носителем языка в наших дистанционных технологиях. Это особенно актуально. Можно по скайпу, можно в фейсбук использовать, различные мессенджеры. Можно, ну, раньше так было, да, погрузиться в языковую среду, съездить в Италию или, например, посетить, в общем, некий мероприятие, да, где могут присутствовать носители итальянского языка. То есть, вот это все можно изучить. Задания в формате международных и национальных исследований качества образования. Здесь можно подобрать статистику по, например, разным странам. Какие способы ученики используют для лучшего усвоения материала. Такие статистики, вот, в Италии доступны, есть бесплатно. У них там свой аналитический центр, который представляет статистику по разным критериям, да, там, спорт, здоровье и так далее. Что там появляется, не знаю, в этом году, что было в прошлом году. Это очень интересно. Это можно обсудить. То есть, составить некий вопрос по статистике, чтобы ученики строили свой ответ вот на основе этого. Далее, уважаемые коллеги, хотел бы переключиться на библиотеку Mesh и показать на примере трех сценариев уроков, как можно построить коммуникацию на основе, в общем, текста, который взят за основу. И вот идет все общение далее. Сейчас я переключу с презентацией на библиотеку Mesh. Коллеги, если у вас появляются какие-либо вопросы, вы, пожалуйста, пишите. Я потом в конце нашего собрания пройдусь, посмотрю и обсудим с вами. Итак, у вас сейчас отображается сценарий урока Le Fanchen de Dikaza. Домашние дела. Вот коммуникативная цель. Домашние дела и дом. На данном уроке обучающиеся изучат виды домашних дел и научатся рассказывать о своем домашнем быте. В общем, спрашивают аналогичную информацию собеседника. Переходим в тело урока. Урок начинается с текста, с диалога Беатричи и Альберто. Они обсуждают то, какие виды домашней деятельности, домашних видов работ, обязанностей они имеют. Что они делают, куда они ходят, чем они занимаются. Здесь лаворинг-группа представлена в следующем этапе. Как то разбить класс на две группы. И группы совещаются и смотрят информацию, чем, например, занимается Беатричи, чем занимается Альберто. Что они делают дома. Какие у них есть домашние обязанности. Далее, конкретно про коммуникацию. Вот задание на основе НИИКО, Национального исследования качества образования. Здесь получилось совместить и работу в диалогах, да, и как выполнить задание в формате международных исследований качества образования. Здесь представлено несколько картинок. Посмотрите на них, выберите одну и опишите эту ситуацию, что на ней происходит твоему товарищу. Можно ориентироваться на эти вопросы. Четыре. Можно задавать свои. Очень важно, чтобы ученики тоже вовлекались в процесс путем задавания своих вопросов. Кто на картинке, что он делает, сколько лет, чем занимается. Можно дополнить, например, как вы думаете, в каком именно магазине, что именно он покупает. Фрукты, овощи, сыр, все что угодно. Вторая картиночка. Мужчина готовит еду. Можно дополнить вопросы, например, что именно тоже он готовит. Предположите, да, это происходит, не знаю, процесс приготовления пасты или выпекания пиццы. Но здесь конкретно вот видно, что здесь что-то варится. Ну, возможно, это паста. И третье. Женщина расставляет чистую посуду. Можно предположить, что она делала уборку, что она мыла посуду, раскладывает все по своим местам. И так далее. Аудирование. Прослушайте аудирование. Здесь оно не связано с текстом. В аудировании там речь идет про трех молодых людей. Пьетро, Карло и Адриано. То, какие домашние обязанности у них есть. Да, и что-то есть инбил. Три утверждения, которые к ним не относятся. Здесь нужно прослушать аудирование. Задание такое, да. И подтянуть вот так вот. То есть каждому человеку то, что они делают. Ну, в конце урока представлен тест по этому уроку. У нас сейчас больше интересует коммуникативная компетенция. Урок следующий. Давайте лучше сломим из школы. Уроки. Не уроки. На этом уроке обучающийся научатся рассказывать о своей школьной жизни, предметах, отношению к ним, распорядке дня, расписании и так далее. Научатся спрашивать эту информацию, в общем-то, у собеседника. Посмотрим в содержание. Ну, здесь как в формате разминочки предлагается использовать... Ну, тут идет тема и школьных предметов, и совмещено с темой время. Предлагается подумать, когда мы используем данные вопросы. Киори, куандо, и далее прочитать текст. Задания на текст по лексике, грамматике и коммуникации тоже будут. И задания, в общем-то, по времени. Сколько времени и когда тоже там присутствует. Сразу же идет работа в группе. Дам вам одну минуточку, пожалуйста, посмотрите, о чем текст. Ученики его читают, потом сразу же работают в группе. Альберто рассказывает про свой распорядок дня. Про то, во сколько у него, какие уроки происходят, да. И что он делает, например, на переменах. Переходим к работе в группе. Разделить класс на две группы. Такие вопросы в первой группе. Когда Альберто идет в школу? Во сколько он идет в столовую? Что он делает, да, в 10.30? Вторая группа отвечает на вопросы. Во сколько он завтракает? Когда у него, то есть, во сколько у него английский язык, предмет. И что он делает вечером. Представлены, да, вот планшет учителя и ответы. Диалоги. Вот представлен список предметов слева. Справа предлагается рассказать твой день в школе. У нас ученики даже из нового класса могут изучать различные предметы. Могут изучать различные кружки. Дополнительные, внеурочная деятельность. Все тоже может быть. Соответственно, здесь получится создать такой некий диалог по и общим предметам, которые у них есть в классе, и вот по дополнительным. Во сколько и что они делают на переменах. И в течение урока. Тоже можно краткий диалог такой составить. Интерактивные задания. Как приложение Learning Caps. Тоже интересное. У нас тут Метсо Джорно. Соедините время с изображением часов. Итак. Аудирование. Какие предметы есть у ребят? Во сколько? Например, в аудировании говорится про то, что у ребят, да. У Карло итальянский язык в 9 часов. У Джузеппе, Марио, Антонио там все свое. Они изучают различные предметы в разное время. Задание послушать и определить. Задание PISA. Итак, посмотрите на картинку. Здесь тоже их несколько. Ответи на вопрос. Молодой человек играет в мяч в 3 часа. Вот сверху есть время. Мы видим, что это не так. Он играет в 3.40. Нужно сказать, нет. Утверждение ложное. Он играет с мячом в такое-то время. Следующая картинка. Во сколько девушка кушает, да. Обедает. Можно так сказать, да. Мы говорим, что вот во столько в такое-то время. И последнее. Что-то тут не очень хорошо видно. Странно. А вот, все отлично. Посмотрите на изображение. Ответьте на вопрос, да. Когда. Во сколько девушка играет на скрипке. Смотрим, отвечаем. Ну и в конце урока идет тест по этому уроку. И последний можем. Коллеги, мои друзья. Представлен для основного общего образования. Здесь можно использовать и в начальном общем образовании. Учитель вообще сам вправе выбирать из сценария урока то, что ему необходимо. Можно выбрать как отдельное мутирование. Вам это никто не запрещает. Можно использовать весь сценарий урока. Можно именно приложение. В общем, все, что вам угодно. Здесь можно использовать. В качестве вводной разминочки предлагается вспомнить такие прилагательные, да, описывающие и характер, и может быть, и внешность. Тут уже не совсем помню. Ну, да, характер. Соединить это все, найдите пару. Далее мы работаем в группе. Сначала идет задание, потом подтянуть вот сюда. И можно видеть текст. Чао, Микяма, Биатвич, Асколу, Дуамике, Анализа, Катерина и так далее. Вот Биатричи рассказывает по своей подружке про то, какие-нибудь характеры, какие увлечения у них есть, каким видом спорта занимаются. Или, например, смотрят образы какие-то образовательные программы или мультики и так далее. Работа в группе предполагается здесь... Спешить не буду сейчас. Надо вам чуть-чуть времени посмотреть текст, пожалуйста. Я попутно просто смотрю еще вопросы, кто какие задает, чтобы было у нас такое общение прям по ходу дела. Работают, в общем, по каждому герою нашего текста отдельно. Тестовый вопрос. Один небольшой по содержанию текста. Биатрича Пьяч Ленджера, исходя из текста. По чему диалоги? Опиши своего друга, свою подругу. Вы можете как ориентир использовать следующие вопросы. Каков твой друг, твоя подруга? Какие у них интересы? Каковы они? Что вы можете делать, чем заниматься вместе? Например, посещение бассейна, вы можете вместе ходить в кино и так далее. Ну, как пример по реземпио, здесь описано, в общем, про друга Серчо. Задание НИКО, может быть оно, кстати, направлено не только на коммуникацию, но в плане грамматики, вот грамматики и лексики тоже. Здесь предлагается по тексту выбрать логическим соответствием, да, ну, здесь уже по лойке текста, да, ну, либо по грамматике идет. Амике мы не можем выбрать амичи, да, сами понимаете, что здесь нельзя, потому что она Лиза, Екатерина, был бы Пьетро, можно выпускать амичи и так далее. То есть все это прорешивается, все, какое задание выполнено и тест, завершающий наш. Хотел бы по сценариям урока пройтись, коллеги, обязательно должно быть в каждом сценарии урока несколько типов заданий, которые позволяют достичь коммуникацию, да, коммуникативную, выполнить задачу. Как-то это формат международных и национальных исследований качества образования, НИКУ, ПИЗа и так далее. Потом обязательно работа в группе, диалоги, обязательно аудирование, либо видео, да, вы можете сделать даже отдельные видео уроки, обязательно тесты, тесты, задания. Вроде ничего не упустил. А, интерактивное приложение, конечно же. Вот, если у вас какие-то есть вопросы, с удовольствием вас выслушаю сейчас, пока напишу свою электронную почту. По всем методическим вопросам вы можете обращаться ко мне, как к методисту. Я оказываю всяческую методическую поддержку по итальянскому языку. Наша цель, вот, заполнить библиотеку Мэш качественным контентом, качественным сценарием уроков. Вот, как это сделать, я вам продемонстрировал, если вам потребуется еще какая-либо консультация, с удовольствием помогу, отвечу и про вас не забуду. Сейчас напишу свою электронную почту рабочую, куда вы можете написать. Напишу ее записать. Если у вас вопросов нет и вам все понятно, вы можете тогда отключаться от нашей трансляции. Благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго. Продолжение следует...